Сюда донёс. Алифтина, наш партнёр в этом проекте, компания Лига Стал. Вы в себе какой-то спортивный азарт чувствуете? Ну, азарты есть, но мы никогда не делаем ставки с девчонками. Мы между собой ставим прогнозы, иногда выигрываем. Спорят, да, надеюсь? Спорят, нет, просто наинтересно. Ну и как, чаще выигрываете или боеваете? 50 на 50. А вы спорите в азарт на чём? В спорте, да. Как это выражается? Ну, во-первых, мы всегда ухом на тренировки, на игры с хорошим настроением. Всегда смеёмся на разминке. Никогда никто не настраивается на игру. Все говорят, мы же не гитара, чтобы настраиваться. Просто готовимся, особо не думаем, выходим с холодной головой и всё. А у вас не очень много сведений в интернете пока ещё. Можете рассказать, как начинался у вас ваш дух хоккей и что приложили к этому родителям? Они, по совету, или вы сами выбирали? Ну, на самом деле, у меня родители оба учителя. Мама учителя русского, а папа учитель физкультуры. У нас трое детей, и все с раннего возраста были отданы в спорт. Брат старший у меня занимался хоккеем раньше. Как-то раз просто пришла к нему на игру, и играли две девчонки. И я говорю, пап, я тоже хочу попробовать. Он говорит, ну это же не женский вид спорта. Я говорю, ну, девочки играют, значит, и мне стоит попробовать. А так как я уже занималась фигурным катанием, перестроиться на хоккейные коньки мне было легче. То есть, ну, ведь хоккейные коньки немножко по-другому, правда? Ну, да, но так как с двух лет я стояла на фигурных коньках, мне было легче перестраиваться на коньки, потому что я уже умела кататься. Ну, а вот, скажем, осваивать хоккейный приём было трудно? Да, конечно, это было трудно, но мне брат помогал, показывал, как правильно. И дома, получается? И дома, да, и папа со мной на коробку выходил всегда, потому что я очень хотела научиться побыстрее на всём. И когда пришли первые победы? Ой, сначала я просто каталась в одной команде с братом, потом перешли вместе в другую команду, там уже я начала играть за ребят на год старше. Там в чемпионате Москвы играли и выигрывали. Это уже женская? Нет, не за мальчиков играла, за ребят, да. Ну, на ваш взгляд, мужской и женский хоккей всегда отличаются? Ну, конечно, отличаются, во-первых, силовой борьбой. У девушек не такая силовая борьба. Скорости другие, игровое мышление другое. А чем отличается женское игровое мышление? Нам хочется, наверное, более красиво как-то всё сделать. А игра в пас? Игра в пас у нас обязательно. Мы всегда только в пас играем. Уже даже по ленточке шайбу катаем, чтобы кто-то партнёров забил. Как проходят ваши игровые игры? Ну, тренировки у нас час-тридцать лёд, потом тренажёрный зал. Иногда играю на товарищеские игры с мальчиками. Ну, в принципе, пробежки ещё бывают на улице. Там 10 километров бегаем в остановлении. В каком возрасте вас пригласили в команду «Торнадо» и потом в молодёжный сборной пригласили? В «Торнадо» я перешла, когда мне было 16 лет. Меня увидел тренер на золотых шайбах, пригласил играть. А в молодёжный сборной я с 15 лет. Тоже увидели, когда я играла за девочек, просто за команду на золотой шайбе. Чем запомнился первый турнир в составе «Уральни»? Ну, первый турнир не особо запомнился. Запомнился последний год в сборной, когда в 2015 году мы заняли третье место на чемпионате мира впервые за всю историю молодёжного женского хоккея. А так, ну, всё запомнилось. Ну и вообще, кто из соперников оказался вам с таким крепким орешком и безумом? Ну, естественно, Канада и Америка. А в матче за сборную, вы, вернее, в матче за сборную, вы, по-моему, выиграли у Чехославовича? У Финляндии, у Финляндии. Ну, на данный момент нам очень тяжело соревноваться с Америкой, с Канадой, так как у них почти в каждом колледже и университете есть свои команды, которые выступают на чемпионате. А у нас всего лишь 7 команд по всей стране и очень мало девочек. А сколько вообще девушек играют в хоккеи в России? Ну, где-то примерно 2,5 тысячи занимаются. Но в профессиональных команд мало и девочкам некуда идти. Ну, вот женская хоккейная фига была создана, да? Да. Специально для того, чтобы развивался. Это помогло? Ну, каких-то особых изменений не было, просто время игр стало более удобным. Стали показывать игры в интернете. А болельщики? Болельщики к нам ходят на игры у нас в городе Дмитрове, нас очень поддерживают. Ну, сколько это? Ну, так, человек, ну, смотря какой день недели. Если в будние дни, ну, человек 200 приходит. В выходные может прийти 500 человек. Расскажите вот о чемпионате мира, совсем недавно, вам недавно будет. Да. И вы завоевали, всего лишь третий раз в истории сборной России, завоевали бронзовую мильдарь. Как он складывался для вашей команды? Ну, на самом деле складывался очень тяжело. Мы были в группе сильнейших. У нас в группе была Канада, Америка и Финляндия. Первую игру в Финляндии мы проиграли. Ну, первая игра, как говорится, первой блинкома. Вот, потом проиграли две игры, не стали расстраиваться, просто начали работать. У нас там было пару выходных, когда мы тренировались всей командой. Тренер говорил ошибки, показывал на теоретических занятиях видео. Вот, потом вышли за выход в полуфинал, выиграли сборной Швеции. Вот, Швеция была нашим принципиальным соперником, чтобы попасть на Олимпийские игры, нам надо было обязательно у них выбрать игру. Потом вышли, проиграли американкам за выход в финал и играли за третье место с Финляндией. Конечно, все хотели выиграть, потому что в том году не получилось. Тоже сборной Финляндии проиграли за третье место. А в этом году все девочки очень настроились, все очень хотели. Очень тяжелая игра была. И овертайм был, и булиты были, но удачно на нашей стороне было. Следите за чемпионатом мира, который проходит. Уже завершается у нас к лету. Да, конечно, слежу. Удалось побывать даже на одном матче нашей сборной. Россия-Дания. Мы смотрели. Очень понравилась поддержка болельщиков на наших матчах, на нашей сборной. А какое впечатление вообще об организации самого турнира? Организация хорошая. Все на высшем уровне. Может быть, есть какие-то пожелания? Если сравнить с теми турнировыми, в которых мы участвовали за границей, потому что облегчили чемпионат мира женский, то в нынешнем году отличается уровень организации? На самом деле, да, очень отличается. Но в женском хоккее не особо так относятся. Когда в Канаде играли чемпионат мира, да, вот сейчас очень хорошая организация была. А в прошлом году девочки ездили в Швецию, они говорят, ну, не очень все было. Удалось посмотреть, как работает вообще североамериканская фигнистка? Да, мы смотрели их тренировки, раскатки. У них очень много тренеров разных. Если у нас три тренера, тренер нападающих вратарей и защитников, то у них это тренер левых нападающих, тренер правых, тренер центральных. То есть у них у каждого ампуа свои тренера. На земле физикой у них занимаются отдельные тренера. И вообще все профессионалы построены? Да. Поэтому не в том, что в Шаре и Канаде всегда выигрывают. Ну, да, у них к этому очень серьезно относятся. И у них очень много девушек к этим занимается. С кем-то из сборных команд? Вообще, как проходят ли параллельно сборы у женской команды? Ну, бывает, да, что попадают сборы параллельно. Вот сейчас перед чемпионатом мира мы были вместе на сборах со сборной Ю-18, которая должна была поехать на чемпионат мира. Но, увы, у них не получилось. И вы играете на все? Между собой мы не играли. Играли мальчики Ю-18 с сборной, с расширенным составом национальной сборной. Выиграли 2-1 по булитам Ю-18. Мы приходили, болели за мальчиков. Дружите с кем-то из мужских команд? Ну, из национальной и молодежной нет. Из Ю-18 очень много ребят, потому что играли друг против друга, когда я выступала за мальчиков. А у кого-то хоккейные приемы смотрите, вот, посмотрите, чтобы потом попытаться повторить? Из нашей первой сборной? Из первой сборной, да. Мне нравятся многие приемы Павла Дуцка. Пытаюсь отрабатывать на тренировках. Ну, конечно, не все получается. Он мастер. Вот. Но стараюсь. Ну, вы же, в принципе, вот, Сен-Жармада, вы же одна из основных забивающих, да? Четыре дня не знаю, потому что лучший в обороне, да? Ну, в этом сезоне, да, я стала снайпером из чемпионата. Как это произошло? Ну, я особо не задумывалась, когда начинался сезон, что я стану снайпером. Конечно, мне помог тренер, партнеры по звену мне помогали. Вот так получилось. Ну что, они хорошо посудили? Да, у нас с звеном, мы уже четыре года звеном играем вместе. Нас даже уже не разбивают. У нас комбинация, нас даже наш тренер сравнивает со звеном Шапачев-Гадонова-Панарин. А как вы, когда вы пришли в национальную сборную, как вас приняли и сторожили в команде? Ну, со многими девчонками. Я уже играла в молодежной сборной на данный момент. И они уже были в составе национальной сборной. Ну, они меня познакомили с другими девчонками, сказали, что будут защищать. Поэтому мне все было очень легко. Вот есть там, допустим, в вашей команде, есть Тиранович, которая 20 лет сборной. Катя Смоленцева на всех трех чемпионатах мира, в которых выигрывает Броза. Да. Есть ли? Как она вообще ведет с молодежью себя? Она очень хорошо себя ведет. Мы с ней уже тогда играли в Торнадо, она играла с нами. И нас ставили еще в одно звено с ней. Поэтому с ней я очень быстро нашла общий язык. Она любит детей. Ну, и очень хорошо относится к молодой. У нас все недавно стало мамой, да? Да, у нее двое детей. Один мальчик и одна девочка. Какой вы видите для себя судьбу в хоккей? Ну, конечно, у меня мечта поехать на Олимпиаду в 2018 году. И если все сложится, если дальше будет развиваться женский хоккей, можно будет дальше играть. А если не получится, то тогда пойду тренером работать. Ну, некоторые девушки, они же находят себе место в университетских формах, в университетских командах. В США, да? Да. Да, девчонки многие уезжают. Ну, у нас сейчас 4 человека уезжало за границу. Но пока там тоже вот НХЛ создали, она не очень развивается. Там всего 4 команды пока. Они говорят, нет смысла ехать. А чтобы играть в университет, это нужно закончить колледж. И потом 4 года обучаться. И если будет плохо обучаться, ты не сможешь там играть. Но колледж вы закончили? Да. Да. А нужно окончить, получать ставьте? Нет, можно здесь окончить колледж и приехать туда, поступить в университет. То есть для себя пока еще такую линию не устраивает? Нет, я хочу просто до Олимпиады отыграть здесь, чтобы быть у тренера на виду, чтобы он видел. А после Олимпиады уже можно ехать туда. Как вам работает Сачкан? Ну, хороший тренер, очень требовательный. Очень помогает, подсказывает. Какие слова он находит для того, чтобы выжить спортсмен? Ну, он говорит, ты молодая, ты должна быть наголову выше старших. Для этого ты должна работать, работать, работать. Срабатывает? Срабатывает. Ваша команда «Торнадо» вообще многократный чемпион России, клубный чемпион Европы, неоднократный, да? Да. Как сейчас вообще обстановка? Обстановка хорошая, ну, коллектив меняется, второй год омолаживается. Приходят новые девчонки. Сейчас закрыли клуб в Свердловске, и, скорее всего, некоторые девочки приедут к нам на просмотр. Деньги хватает? Ну, не особо, но нежелал, в принципе. Ну, заработать можно так? Заработать можно. Когда все-таки, на ваш взгляд, что нужно, чтобы женский хоккей, ну, может быть, если бы, если бы не приблизился с канала северо-американского, да? Ну, хотя бы, там, сделался шагов вверх. Ну, нужно популяризовать в женский хоккей, делать голоматчи, мастер-классы, давать объявления, ходить по школам, собирать девочек. Ну, и по возможности показывать по телевизору. У нас мужчин показывают, а девушек нет. Вот только чемпионат мира этот транслировали. Первый раз. Спорт любит победителей. Вот есть ли в вашей карьере, пока еще не очень большой, да, такой матч, который не очень хочется? Ну, я стараюсь не зацикливаться на негативных моментах. Вспоминаю только хорошие. Поэтому, ну, особо нету таких матчей. То есть, результат всегда ожидания. Да. А скажем, а самый главный победный матч? Самый главный победный матч? Ну, у меня их два в этом сезоне. Это когда мы выиграли Агидель из Уфы у себя и заняли первое место в чемпионате России. Ну, и, конечно, обыграли сборную Финляндии на чемпионате мира. Можете сказать несколько слов о желании российских болельщиков? Ну, я хочу сказать, чтобы болельщики болели за наши сборные, чтобы поддерживали. И, несмотря на поражение, все равно верили в лучшее. Спасибо большое. Спасибо.